Привет, друзья! Многие зрители моего канала знают, что я люблю полноразмерные клавиатуры. Вот, например, моя основная, за ней я провожу больше всего времени. И основная причина, по которой я люблю такие клавиатуры, это наличие блока кнопок нампада. Очень полезная вещь лично для меня, но она нужна не всегда и не всем. Да и большая часть людей не любит широкие клавиатуры из-за того, что они занимают лишнее пространство. Но есть более удобное и более функциональное решение. Компания ErgoHeaven, которая является отечественным производителем эргономичных клавиатур, представила на обзор многофункциональный макропад. Это крутая программируемая мини-клавиатура, которая превосходит обычный нампад во всем. По сути, это прокачанный блок нампада. Рассмотрим его подробнее, а свое личное мнение, опыт использования, а также о плюсах и минусах я расскажу в конце. Из себя он представляет механическую клавиатуру с 12 клавишами и энкодером, он же крутилка. Помимо этого, мимо проходил Exhibit и встроил небольшой OLED-дисплей. В комплекте идут дополнительные ножки для наклона. Вы можете выставить наклон в любом положении. Само устройство имеет разъем Type-C для подключения и имеет качественный комплектный провод Type-C на Type-A в приятной оплетке. Он длиной целых 2 метра, что достаточно, чтобы провести до системника, стоящего под столом, за что отдельное спасибо производителю. Корпус макропада сделан на 3D-принтере и по всей видимости с очень плотным заполнением. В руке ощущается монолитным и приятным. Пластик действительно качественный и люди, незнакомые с 3D-печатью, могут даже не понять, что это печатная конструкция. Разбирается устройство очень просто, без отверток и лишних креплений. Вытащить плату и пластиковую панель можно аккуратно, надавив сзади на плату в отверстии. При этом все элементы в корпусе сидят плотно и не гремят. Первым бросаются в глаза сокеты. И это действительно тот самый хороший хот-свап, которого нет в китайских клавиатурах, которые я модил. Плата имеет заводское исполнение. Пайка аккуратная. Вы всегда очень быстро можете заменить свечи. В моем комплекте были тактильные коричневые гатерона. Кикапы симметричные и абсолютно чистые, без каких-либо гравировок. Приятные на ощупь, ощущаются народными, не как на Redragon. Энкодер, он же крутилка, пошаговый. Шаг ощущается четко. Помимо этого, он же является дополнительной кнопкой. Но самое интересное в этом устройстве, скрыто в его программно-аппаратной начинке. Внутри стоит полноценный процессор на архитектуре ARM на базе платы Raspberry. А сам MacroPad имеет 16 виртуальных слоев раскладок. И это основная киллер-фича. Основной нулевой слой и 15 дополнительных, на которых вы сами можете назначить нужные клавиши и макросы. Это универсальная штука. Она подойдет и для работы, и для игр. По умолчанию, на MacroPad запрограммировано 4 слоя, для демонстрации возможностей из коробки. Но их можно легко переназначить. Если вы работаете в программах с большим количеством хоткеев, ну, например, в Блендере, то вы можете перенести все необходимые сочетания клавиш на отдельные кнопки, благодаря тонкой настройке через VialRocks. Вы можете скачать программу Vial для вашей операционной системы, или просто открыть ее веб-версию. Программа с открытым исходным кодом на GitHub. Я пользовался веб-версией, и тут есть нюанс. Программа поддерживает только Google Chrome и Chromium-based браузеры, имейте это в виду. В самой программе можно назначить действия на любые кнопки. Интерфейс программы хоть и на английском, но интуитивно понятный. Вам нужно просто нажать на кнопку старта и выбрать MacroPad. Дальше загрузится его схема. Вам будет доступно несколько вкладок. Основная вкладка – K-Map. Содержит схему MacroPad со слоями от 0 до 15. Ниже находятся вкладки раскладки клавиатур. Как классическая, так и ISO. Вкладка макросов и дополнительные медиа-кнопки. Кнопки мыши и другие функции. Все разнесено по отдельным вкладкам для удобства. Перед началом изменения на значение кнопок, нужно снять блокировку от случайной перезаписи. В пункте меню Security выберите пункт Unlock. Вам предложат зажать кнопки MacroPad, как показано на схеме. Зажимаем их до полного заполнения бара, и теперь мы можем редактировать все слои. Само программирование кнопок происходит очень просто. Выбираете нужную клавишу на схеме MacroPad, и потом выбираете кнопку на схеме из нижних вкладок. Как я уже говорил, в MacroPad доступно 16 слоев. Слой – это виртуальный набор кнопок, которые настраиваются в программе. Покажу на примере. Для себя я выделил основной нулевой слой, как кнопки управления мультимедией. Здесь и клавиши, паузы, перелистывание по плейлисту, перемотка вперед-назад стрелками, управление громкостью на энкодере, и моментальное отключение звука по нажатию на энкодер. Но, к сожалению, я не нашел функцию отключения микрофона, поэтому реализовал ее самостоятельно при помощи макроса. Так получилось, что в винде нет сочетания горячих клавиш, которые бы отключали микрофон. Но я нашел выход. Есть официальное приложение от Microsoft – PowerToys. Его можно установить через внутренний магазин. Это приложение позволяет вам настроить дополнительные горячие клавиши для Windows. И в этом приложении я нашел для себя два полезных хоткея. Первый – Windows Shift Q, он программно блокирует микрофон и веб-камеру. А второй – Windows Shift C. Это пипетка для выбора цвета. Полезная фича для людей, кто часто сталкивается с дизайном. Сочетание на выключении микрофона вынес в отдельный макрос. Чтобы это сделать, нужно перейти на основную вкладку «Макрос» и выбрать одну из вкладок. У меня это M0. При помощи конструктора я набросал зажим и отжим в сочетании клавиш. А сам макрос добавил на кнопку. И вот как это работает. Я регулирую громкость системы при помощи энкодера. Могу выключить полностью звук. А по нажатию на кнопку макроса отключаю и включаю микрофон. При этом на экране отображается панелька уведомляющая, что микрофон отключен. Очень удобная штука, когда общаешься с кем-то в дискорде или в рабочей конфе, и тебе звонят на телефон. Можно сразу отключить микрофон, не переходя в программу со звона. Как вы уже заметили, на макропаде присутствуют две кнопки, красного и голубого цвета. По умолчанию они переключают слои. Красные возвращают на слой назад, а синие переносят на слой вперед. На дисплее отображается версия прошивки, текущий слой и арт. Сам дисплей включается только когда вы пользуетесь макропадом. И по минутному таймеру отключается без активности. Как вы уже могли догадаться, вам ничего не мешает переназначить цветные кнопки и в целом перенести их, как и программно, так и физически сами кейкапы. Если вы случайно затерли кнопки переключения слоев, или хотите их переназначить, то в нижней вкладке User вы можете найти их. Layer Preview и Layer Next это кнопки переключения предыдущего и следующего слоя. На отдельном слое у меня выведена раскладка для полета в космическом симуляторе, ролик о котором будет наверное чуть позже. Также можно вывести отдельные раскладки, например в Elite Dangerous, чтобы не играть на всей клавиатуре как на рояле, и иметь все необходимые кнопки под рукой. Помимо этого можно вынести бинды закупок Counter-Strike. Игровых вариаций использования масса. Лично я вывел отдельный слой для Escape from Tarkov. Одна кнопка для отображения времени в рейде, на другой макро с двойным нажатием на эту же кнопку, чтобы показать выходы, и кнопка Delete, чтобы быстро чистить инвентарь, не тянувшись до другого конца клавиатуры. А сам макропад разместил слева, на расстоянии вытянутого мизинца. Быстро привык к этим клавишам и пользуюсь ими в игре. Я крайне редко работаю в программах моделирования, но знаю, что люди работающие в блендере часто пользуются нампадом. И это ярчайший пример, что этот макропад может расширить возможности не только игровые, но и профессиональные. Помимо этого, я сделал несколько макросов для работы в VS Code, чтобы не вводить частые команды вручную. Например, рестарт языкового сервиса TypeScript и вставку параграфа Lorem Ipsum. В общем, я думаю, вы поняли, что эта штука открывает огромное количество возможностей, которые расширяют как функции развлечений, так и могут помочь в профессиональных задачах. Я пользовался макропадом почти неделю и сформировал свое мнение. Это крутая и самая главная функциональная штука. Его удобно использовать как в играх, так и в работе. Без шуток, я начал пользоваться им во время разработки. Думаю, если в вашей семье есть гик или геймер, то это будет отличным подарком для него. До этого момента я и не думал, что такие дополнительные клавиатуры могут быть настолько полезными и интересными. Пробежимся по плюсам и минусам. Безусловно, основной плюс – это универсальная функциональность. Будь вы техногиком, геймером или профессионалом в своей сфере, эта штука может прийтись вам по душе. Но одним из незначительных недостатков я посчитал скудный выбор расцветки и отсутствие кикапа с выпуклостью, чтобы слифую тактильно находить нужные кнопки. Например, на моей основной клавиатуре на нампаде НТК выпуклость есть на цифре 5, что позволяет быстро найти кнопки, несмотря на клавиатуру. Но это всё нивелируется тем, что вы вольны кастомизировать его, как вам хочется. Вы можете установить нужные кикапы хоть с бугорками, хоть без. Вы можете заменить свечи на те, что вам нравятся больше. Более того, вы можете заказать этот макропад дешевле, без кикапов и свечей. Отдельно докупить их именно под себя и уже с первых минут пользоваться своим собственным кастомом. Производитель не заставляет вас переплачивать, и за это можно только поблагодарить. Расцветка устройства во многом зависит от пластика. Я уточнил у производителя, и мне сказали, что сейчас тестируется чёрный пластик для корпуса. И если он будет подходить по качествам, то такая расцветка тоже будет в наличии. И давайте будем честны. Такие устройства берут в большинстве случаев техногики, чтобы самому дорабатывать под себя. Поэтому подобные кастомные истории, это как чистый холст, на котором вы можете разгуляться. И в апгрейде свечей, и в замене кикапов, и даже в кастоме корпуса, если вам захочется заморочиться. Думаю, многим интересно, можно ли заменить арт. И да, это возможно, но для этого придётся покопаться в исходниках прошивки и пересобрать её. Думаю, для тех, кто любит повозиться с кодом, это не будет проблемой. К тому же, проект с открытым исходным кодом, что добавляет ещё один плюсик в копилку. Отдельным вопросом стоит цена. Сам макропат, без кикапов и свечей для вашего персонального кастома, обойдётся в 4000 рублей на момент записи ролика. В полном минимальном наборе с коричневыми гаторонами и белыми кикапами, стоимость будет 4700. За дополнительную плату вы можете заказать мешочек для переноски и набор дополнительных ножек для наклона, если комплектные вас не устроили. Цена – это всегда индивидуальный критерий. Для кого-то это покажется дорого, для кого-то приемлемо. Уверен, что кто-то даже скажет, что за эту цену купят две клавиатуры с Китая. Но каждый судит по своему карману. Поэтому я не могу занести цену ни в плюсы, ни в минусы. Устройство слишком уникальное, с очень малым количеством аналогов, чтобы судить о какой-то рыночной цене. И самым большим плюсом, который я выделил чисто для себя – это открытость и частность компании ErgoHaven. Подписчики моего телеграм-канала знают, что мне периодически пишут производители разной периферии для сотрудничества, чтобы прислать устройство на обзор. И мои критерии всегда просты. Я не беру денег и предупреждаю, что буду делать обзор честным. Говорить ровно как о плюсах, так и о минусах. И практически все производители сливаются на этом моменте. Ну, либо ставят условия умалчивать о недостатках, на что я, естественно, не соглашаюсь. Но ErgoHaven – первая из пяти компаний по периферии, где мне ответили, что готова к такому честному сотрудничеству. И это показывает открытость критики и уверенность в своем продукте. Попользовавшись макропадом, я решил оставить его себе на некоторое время. И если вы решитесь купить его, то всегда можете узнать мое свежее мнение в нашем телеграм-канале и чатике. Либо задать дополнительные вопросы по использованию. Когда я делал обзор на клавиатуры, один из зрителей предложил попробовать эргономичную сплит-клавиатуру для печати. Изучая разные модели, я попадался несколько раз на продукцию ErgoHaven. Компания уже продолжительное время присутствует на рынке и профильно занимается сплит-клавиатурами. Имеет несколько моделей и, судя по отзывам, продукция действительно качественная. Если вы хотели бы узнать про эргономичные клавиатуры, то поддержите этот ролик лайком и комментарием. Тогда я обязательно возьму подобную клавиатуру и сделаю отдельный ролик по ней. Все ссылки на производителя, сам макропад и программы для его настройки вы найдете в описании. Спасибо вам большое за внимание. Оставляйте ваше мнение в комментариях и задавайте вопросы, если о чем-то не рассказал. Отдельное спасибо всем, кто поддерживает канал на Boosty. Благодаря вам появляется больше идей для будущих роликов. Ну а на этом все. Всем пока-пока.